всем привет посмотрел я первые ролики по стил дивизии 2 как люди пытаются играть компанию как у них ничего не получается как все это сложно тактическая карта особенно всех ставит в тупик поэтому я решил записать небольшое видео разобрать свою игру как здесь играть объясняю действия что зачем куда пошагово смотрите у нас есть карта боевых действий что здесь в первую очередь надо на что надо смотреть это вот стрелочки откуда будет выходить подкрепление наша и немецкая сторона то есть вот по этим дорогам будут поступать подкрепления так вот land вот у нас соответственно вот основные магистрали теперь смотрите это точки за которые в игре даются очки ключевые точки их надо удерживать здесь 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 видите синенькие красненькие красненькие мы удерживаем синенькие они удерживают как удерживать подводите отряд и чем ближе ваш отряд тем значит там будет распространяться вот эту длине фронта она будет меняться динамически от того как и сколько вы войск будет на линии фронта теперь давайте посмотрим сюда состав боевой группы который идет по вот этому направлению в город ведь она все едет в город я взял сюда т-34-76 образца сорок третьего года для чего это у меня будет орудие то есть броня плюс орудие плюс 2 дегтярева вот видите здесь 2 дегтярева он будет стоять и помогать моей пехоте огнем fire support мобильный мощный пулеметами подавляет из орудия убивает все вроде понятно да саперы ппш на джипах смотрите это джипы у них скорость 105 километров в час они будут приезжать первыми студенбекеры имеют 70 километров в час танк имеет скорость 55 километров в час по шоссе то есть вот этот группа у которой у меня стоит там казаки сидят с ппш там все 50 саперы джип маленький много народу не помещает студенбекер большой помещаются большое количество войск поэтому сначала приедут саперы с ппш сядут в кварталы и будут ждать подкрепление то есть они приезжают первыми занимают территорию занимают выгодные позиции скажем вот эту церковь домик точно могу забрать может быть даже зацеплюсь за эти домики что противника противник отправляет туда примерно то же самое видите пехота распределена и наверно это будет миномет вот туда вот едет также он отправляет это самое пт орудие миномет пехота у него много панзершреков командир егеря пионеры и рзацу тропина то есть он тоже боится что я буду прорываться и поэтому он ну то есть взял побольше войск для того чтобы прям перекрыть дорогу почему важно перекрывать дорогу по дороге юниты передвигаются с огромной скоростью вот смотрите т-34 передвигается 55 по дорогам и 40 по бездорожью судебекер 30 по бездорожью и 70 по дорогам то есть судебекер прям очень быстро катается по дорогам 55 и 100 практически два раза то есть если дорогу не перекрыть то враг по этой дороге будет прорваться вперед и его будет очень тяжело остановить поэтому он имея более тяжелую дивизию самого старта хочет перекрыть дороги не давая мне его пробить у меня дивизия более легкая я первый приезжаю на самую точку и буду стараться прорваться как можно глубже потому что чем дольше будет длиться играть тем хуже у меня будет положение несмотря на то что у него первой стадии взят огромный доход видите 150 а у меня 120 я все равно буду проникать просто потому что у меня дивизия легкая так дальше смотрим по этой дороге у меня опять саперы ппш на джипах чтобы приехать первым и занять танк поддержки который будет настреливать да и подавлять пехоту не давай и продвигаться и вообще все что угодно может решать танк и опять сапер казаки ппша смотрите зачем я беру на эти два фланга примерно одинаковые группы как вы поняли что джип приезжает занимает позицию внутри сидят саперы ппш которые будут отстреливаться кидать взрыв пакеты а сзади будут приезжать казаки с ппша ппша это специализированная пехота которая стреляет на 100 метров ну очень сильно стреляет то есть на 100 метров казаков ппша перестрелять никто не сможет и те кто зайдут в оборонительные мои порядки скорее всего понесут гигантские потери то есть у меня здесь легкий заслон здесь легкий заслон здесь у меня вообще только джипы еда основная моя ударная группа идет вот по этой дороге здесь я буду делать прорыв об этом говорим попозже что делает противник он не знает на какую по какой позиции я буду атаковать поэтому ему приходится все защищать видите он пытается примерно равной группы распределил и будет стараться удержать свою позицию так у него что здесь рзац труппина набивка и т-34 да здесь у него рзац труппины здесь рзац труппина и пионеры танк пулемет и это самое пт охотник на танки мать его мощная штука так 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 моя ударная группа основная казаки обычные с дегтярём их задача будет получать урон двигать фронт и подавлять вражескую вражеской пт-шки идут командирский танчик ну командиров мало не бывает особенно в атаке чем больше звезд тем лучше шерманы три штуки дальше идут две полковушки и спецназ вот так я собираюсь ехать видите основной удар придет сюда и здесь у меня будет всякий спецназ просачиваться для того чтобы держать фронт и просвечиваться как вы видите направлении ударов идут по дорогам все идут по дорогам все войска построены по дороге чтобы максимально быстро занять позицию посмотрим как это получилось войска устремились вперед он вот собирается тоже защищаться здесь смотрите немножко спускается с обрыва вот смотрите и я приехал 1 несмотря на то что он едет на быстром транспорте 90 километров в час мои войска со скоростью 105 километров в час все равно приехали быстрее здесь моя с нас уже здесь а его только спускается да мы тоже приедем и опять смотрите . джипы приехали первыми у него кстати тоже джипы эти 95 километров в час гоняют но не сильно быстрее поэтому у них основная масса пехоты у немцев приезжает быстрее у нас вот видите чудо бейкера отстали здесь тоже мои джипы приехали первыми его основная группа попозже в принципе здесь надо бы уже высаживать но я въехал в наглую скорее всего потеряю да 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 я потерял оба джипа здесь я тоже не доконтролил высадил хорош позиции зря вот пехота моя ведь один джип завалила и начала перестреливаться в выгодной позиции здесь я успел высадить своих увидев его развертывание есть мы тоже первыми взяли город его пехота если он будет начнется травмовать внезет очень большие потери спецназ полковушка полковушка высадила начала уже ввести огонь по противнику поддерживая пехоту наступил с ополчением в бой да ему уже не понравилось давай полковушка бум кого-то убила три отряда расстрелялись сколько тут был получается человек 18 да еще дофига бедный мой спецназ а по полковушка начала огонь по танку не есть кумулятивная заезжают мои танчики моя пехота пехоты часть гибнет танчик уничтожен мы начали наступление главное опасно здесь пт пушка который может уничтожить моите танки враг начинает наступление здесь сидят мои пехоты ппш плюс т34 несмотря на то что он имеет численно и здесь превосходство и его поддерживает штурмовое орудие враг быстро не пройдет здесь тоже огромная куча войск забегает на два отряда здесь намного больше при этом у него элитные штурмовики я пионера пионера хорошие штурмовики с гранатами пушистые отстреливаются они даже расстреляли смотри смотри оп оп очень хорошо поменялись охотник тот танки т34 км и кончил и здесь скорее всего я посыплюсь как и в центре но опять же говорю что это не проблема что я проигрываю на обоих флангах да у него здесь были довольно серьезные силы и опять я брал их для того чтобы они хорошо разменялись и дали мне время то есть вот их не смерть не просто не напрасно она даже выгодно мои стоят двадцатку они убили отряд за тридцатку до отогнали рзацу труппинов частно кидают командиру это четыре зря погиб конечно тут тоже враг не будет не будет ли мы легко здесь он пытался за струбами подойти в город но мои саперы четыре человека с ппш плюс граната вот он уже отступает на мобили аль-1 потерял четырех так колонна оснас 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 по лесам продвигается туда-сюда он вызывает подкрепление так полагаю пулемет вперед шермана оснас саперы вперед ну орудие смотрите было вынесет уничтожен скорее всего полковушка плюс пулеметы казаков там дегтяревы очень неплохо вот заезжают шерманы куда-то прям назад там лупит на полном ходу и сейчас у врага вот у него паник он заказывает сюда танчики я много потерял саперов с насик элитный вот тебе гранатка друга бах и один как только вступил в бой вообще весь отряд забрал во время бега вот важное замечание если пехоты передвигается или движется во время боя на несет ужасные потери то есть когда колодите играете вы же не бегаете по открытым пространством где вас могут спокойно стрелять и тут не стоит то есть если пехота залегла или ведет бой то она должна не должна передвигаться то есть приказы двигаться во время боя очень смертельно для пехоты бегущие по полю пехоты это идеальная цель мое подкрепление здесь я тот же начал подкрепление притаскивать пп-6 проиграли но ничего это и должно было быть так шерманы завалились командные танки заехали я сразу разъезжать почему я разъезжаю смотрите один шерман пошел вот сюда он заехал и пошел сюда основная масса ударила в лоб чего я сейчас хочу добиться мы не нужно занять наиболее лучшие позиции то есть я ожидаю что где-то здесь у него могут быть минометики к пехота и я как можно шире разъезжаясь по карте вот . танчики и забрал видите вот еще одна . я еще тоже буду забирать вражеская пехота открылась оснас ее обнаружил и мои танки и вот быстренько растерзают враг нас с этой стороны удалю и продолжает свое наступление вторая ударная группа я рассчитываю что шерман первый нанесет выстрел потому что у него и сведения но видите он проехал мимо и вот только-только начал бах за орудия 20 миллиметров к в борт настрелял шерману орудие работает по пулемету в городе танчик идет на помощь оснас постреливает там из свт группа забежала уничтожает пехоту в порядке пехота под защитой брони работает сломал мне давай т-70 т-70 ты сможешь вот так легкое орудие быстро поворачивает быстро сводится блин он неправильно повернулся поэтому накидали миномет миномет конечно неудачно приехал вот и нет минометов враг все-таки завалил мне здесь передовой отряд я выставил новый за новый заслон шерман стоит работает пехота не не продвигалась главный удар конечно здесь я должен сейчас разобрать его танчики вообще все его группировку так кстати где у меня здесь было куда она делась полковушка шерманы в ближнем бою не оставляют штукам шансов потому что стреляют первыми даже до 70 хорошо валит бах бах а чем он стреляет а под калибрами да да он задумался панцершрек тащит спецназ вышел дорогу захватил флаг и перекрыл я продолжаю наступление шерманы чем хорошо у них много пулеметов видите два браунинга тяжелый пулемет 12 калибр это мощь поэтому пехоту просто скашивает всю пехота идет вперед замечаете то есть пехота идет разведают смотрят что и только потом идут танки и уже зачищают здесь я пытался добраться до его птшки зря делал кстати здесь тоже не на контроле танки идут в открытом поле а здесь вот тут очень правильно стоит мой т-34 она вышла из лесочка да и работает по вражеской наступающей пехоте штук находится в выгодном для себя положение максимальная дистанция это его лучшая позиция для него но тут двое против одного шансов него сапера сназа погибают пути сапер должны были подсвечивать то что находится в город для того чтобы их можно было спокойно расстрелять panzer shrek разобрался с м чей казалось бы он накупил огромную огромное количество техники и меня выдавливает но другой стороны я держу больше точек виде 1 2 3 4 5 6 6 лишних лишних точек забрал городскую точку из-за этого держу да а потерял вот эту точку и вот эту точку из-за этого у него очки капают и он тихонечко-тихонечко сливается т-34 так и не может штук разобрать на большой дистанции а вот пт-шка сожгла т-34 ну они самые опасные что у него есть команда убита т-34 давай броня пробита в ответ он его просто ваншотку лак с дельта травесины вражеский истребитель пошел так почему я это вижу оснастно видит поэтому я наношу такие удары вот с его стороны вызвать сейчас истребитель это очень плохая идея то есть он проигрывает и при этом он вызывает истребитель истребители ему помочь на земле никак не может даже остановить мои воздушные налеты он тоже не может без системы наземного пво истребитель для него сейчас это лишняя трата ресурсов ему сейчас нужно заказывать пехоту и технику на землю чтобы реально меня оттуда выгнать ух 45 так я тут от души притащил смотрите 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 по 45 протащил прямо на джипиках быстро приехали эта четверка под звездами ветеранская настреливает тут шерман против т-34 не в пользу т-34 т-34 бой потому что это 4 на этой дистанции должен проигрывать ну первый выстрел все дела ай-яй-яй-яй-яй джипик попал под панзерширок а я успел вылезти второе вторая мча выехала я решил что мне надо все таки заставить его побольше вложиться в воздух потому что ситуация на моей стороне у него всего 6 точек поэтому я закупил истребитель надежда он купит еще один он и купил еще один чем меньше у него будет наземной техники тем для меня сейчас лучше ему надо продолжить удар но он скорее всего боится продолжать ведь у нее тут хотя у него все есть он боится просто боится не знаю что у меня ничего нет ему ударкой надо вот этот город забирать раз-два-три сразу точки может пасть потом можно заезжать сюда и занимать эти две точки а он просто стал и боится у него хорошие здесь группы но здесь техник не для обороны а вот этот т-34 мог бы с моим конечно справиться давай патышка давай потерял видимость подъехал мчик помогает мне из браунингов пулеметами накидывает у него очень хорошие пулеметы друг друга не видим все обе стороны встали ему сейчас надо прорываться он притащил тигр не очень хорошая идея а ты в кого стреляешь то а вот в автопушку автопушку уже стоит бомбом станция близкая как работает бронепропития если у этого танка написано что у него 165 бронепробития это значит что от 0 и до 500 метров у него пробитие 165 миллиметров то есть на 500 метров у него будет такое бронепробитие видите этот круг в 500 метров тут будет такое пробитие 165 миллиметров если же он будет стрелять на километр то бронепробитие будет заметно ниже а на два километра будет совсем низкая также и у м ч бронепробитие 90 мило миллиметров это в упор на 500 метров если он будет бить на 600 метров это уже будет не 90 там 80 или 85 как сильно падает бронепробитие у каждой отдельной пушки настраивается отдельно зависит от массы снаряда и вот здесь то 100 бронепробитие это опять же в упор то есть в лоб тигра эта штука не шьет даже на в упор не говоря уж большой дистанции давай мчик спасай мою пушечку вот и все один танк полностью перекрыл ему возможность атаковать вот сейчас мк бак бачком бах и бачок до 45 миллиметров но в бочину и пушка заклинило все он может наступать я притащил подкрепление казаки свт пара мчик он под за широком идет вперед и т-34 настреливает по этой т-34 заходит в фланг ну и вот просто и авиацией вот у него тут получается 180 очков в воздухе ничего не делают это бы ему лучше конечно пехотки накупить и танчиков и пойти в прорыв давай т-34 вперед казаки мое новое подкрепление казаки свт стадия б началась 12 минут боя прошло тадия б тигр 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 в лоб сейчас получит бах не пробило бах трансмиссию а он не видит ее да он ее не видит в бок попал круто просто круто такой фиговый угол на самом деле был и кажется он не должен был пробивать такой угол все-таки слишком близко слишком от сама углу был косой рикошетами кажется на такой дистанции даже быть так я так гоняю в авиацию моя моя техника пошла вперед техника подавляет пехота подходит и лбом проверяет что там находится внутри то есть я то не вижу какие какие юниты у него может у нее здесь пушка стоит это моя пехота должна двигаться вперед и чекать смотреть называется разведка боем эта четверка стал разведывательная то есть перестреливать дорогу вот эту вообще не дает ему оттуда на уступать ну и здесь вот здесь человек будет воевать постреливаться ширка скорее всего будет накидывать у казаков пройти придется казаки свт на 500 метров перестреливается из оружий с разотрублены враг тихонечко просачивается то есть он все правильно делает времени у него стало 6 минут я перехожу на уступление на этом фланге здесь у меня будут только удерживать позицию да у него слишком много разотрубленов конечно ему нужны чуваки с мг то есть вот эти вот инженеры они и в ближнем бою хорошо стреляют и пионеры и за мг наваливают отлично просто но на дистанции боя свт-шек свт-шки их подавят и перестреляют видите слишком много здесь получается 40 человек стреляет из это это много дистанция какая здесь метров 200 получается перестреливаются до пулемет работает и работает простые их не г-43 а это г-43 да пионер крутые прям джагер пионер с г-43 то ух настреливают хорошо пулковушка начала работать авиации я подбреваю все и прохожу вперед вот здесь ситуация мою пехоту все уничтожили остались только танки ему нечем с ними бороться стоят шерман и просто расстреливают хузорок имеет гранату граната летает на 100 метров пока ты на 100 метров подойдешь к танку там тебя уже кончит поэтому только может быть в засаде если бы скажем хузорок стояла бы вот здесь вот готовый бой да и я подъехал бы к лесу он был закидал закидал гранаты а в любом другом случае это конечно бежать вот так вот пехотой на танк бессмысленно пойдет правильно стоят любой кто проедет будет уничтожен он решил набежать и кинуть гранату 14 человек бегут по редколесью я его скорее всего не вижу еще до а все уничтожили кто вот это кончил нет а вот отошел и гранату кинул да вот он гранатку закинул гранату на крышу моему шерманом из города отстреливается пионеры отлично под фюрером под вождем я пока сделать ничего не могу но у него зато он ведь авиация вся падает ла-7 доминирует в воздухе пытаюсь помочь своей пехоте здесь у него не хватает мощи казаки уже просочились город видите казаки свт на дистанции 500 метров сносят абсолютно все три минуты давайте побыстрее наверно надо скорость поставить полковушка помогает по городу работать фраг сдался ну чё это был примерный примерные бой как надо себя вести с тяжелыми танками противника так тяжелой танковой дивизии противника то есть у этой дивизии есть тигры и вот если вы будете шерманом перестреливаться с тиграми на дистанции два километра шансов никаких нет шермана не способны уничтожить тигр на дистанции два километра они в упор не способны толком повредить потому что 90 бронепробития против 125 лба это очень много но в ближнем бою появляются шансы можно как-нибудь в борт ударить первым наехать или как-нибудь пушечку подставить в общем ближнем бою шансы есть с двух сторон зайти полковушка настреляла татьяна т-34 забрала две пушечки ягеров отлично настреливает если у вас будут появляться вопросы пишите для меня довольно тяжело объяснять самые простые вещи потому что они мне кажутся само собой разумеющийся многие игроки кут я сейчас посмотрел как новые игроки пытаются освоить компанию вообще ничего не понимают как там работают что делать зачем поэтому задавайте вопросы чем больше вопросов тем легче мне будет сделать видео объясняющее как работают стил дивизия 2 и механики и как это вообще играть всем спасибо всем